Добрый день, в студии Мария Кожевникова, напротив меня руководитель компании Содействия Плюс Олег Майбуров. Олег, добрый день. Здравствуйте. Олег, ваша компания в городе известна как Капремонт 43. Ну, понятно, что компания занимается капремонтом. Да, вообще, вот каков спектр услуг? Ведь это, наверное, не только сделать ремонт фасада или крыши, скорее всего, это все этапы от проекта, согласований до конечного итога. Да, это могут быть и разовые договоры, могут быть договоры обслуживания по капитальным текущим ремонтам. Практически все, кроме лифтов и газового хозяйства, мы делаем. Это кровля, фасады, подвалы, инженерные сети, это водопровод, горячее, холодное водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение. Текущие ремонты – это замена части какой-то определенной трубы, замена части кабеля электрического, ремонт крылец, ремонт подъездов, ремонт отмостки. Косметические ремонты тоже делаем силами своих специалистов. Мы никого не нанимаем, никакие организации субподрядные, мы все делаем сами. Все под ключ проекта делает отдельная специализированная организация. Мы можем посоветовать свои компании-партнеры. Полностью делаем сопровождение по капитальному ремонту, начиная от согласований и проведения общих собраний и сбора подписей, заканчивая уже всеми конечными вопросами по капитальному ремонту. Консультации у нас бесплатные, 8 лет мы на рынке. Более 100 домов с 2013 года у нас сделано по капитальным и текущим ремонтам. Наши клиенты в основном ТСЖ, ЖСК, ТСН, у которых открыты спецсчета на капитальный ремонт. Есть спецсчет, есть общий котел. В чем разница? Чем спецсчет может быть лучше или хуже? Только собственники могут решить, что для них лучше спецсчет или общий котел, смотря какой дом. Лично я для себя выбираю спецсчет на счете регионального оператора. Спецсчет открывается только на определенный дом. Виды работы, сроки при спецсчете утверждают только собственники общим собранием. Но в то же время сложность в том, что можно за 30 лет этих денег не накопить, если у тебя действительно серьезные проблемы. Где эту сумму одномоментно взять? Если дом маленький, то я считаю, что нецелесообразно открывать спецсчета. Очень долго будут происходить накопления, а дом с каждым годом приходит все больше и больше упадок. В основном мы работаем с крупными домами, предоставляем беспроцентную рассрочку на определенный период. Как вообще понять, пришла пора делать капремонт, не пришла? Можно сделать экспертизу, уже исходя из этого делать какие-то определенные выводы. Может, можно работать с текущим ремонтом. А вообще чаще люди заботятся об этом или они начинают действовать, когда тазик приходится подставлять? Мы работаем не только в Кировской области. Исходя из практики, я вам скажу, что кировчане всегда более упреждающие. Если в той же республике Коми они тянут до последнего, кировчане так не делают. А как не нарваться на недобросовестного подрядчика? При выборе подрядчика обязательно собственники должны смотреть, долго ли компания работает на рынке, какой у него бэкграунд. Гарантийный срок не менее 5 лет, но он может быть и выше. Мы на определенные виды работ можем дать и до 15 лет, при условии, что используем хорошие качественные материалы. Компания Капремонт 43 находится на труда 37. Всю дополнительную информацию можно получить на сайте Капремонт 43 и по телефону 999-299.